Всем привет! Это канал про цветок, на котором мы рассказываем простым и доступным языком про уход за садами и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня я расскажу, как вырастить голубую ель из черенка. Ель сизая, или как ее еще называют, голубая ель, имеет около 20 разновидностей, которые используются в городском озеленении и озеленении при усадебных участках. Размножить ее можно несколькими способами. Во-первых, это посев семенами, это черенкование и прививка. Однако, посев семенами, очень длительный процесс и займет многие годы, чтобы вырастить большое дерево. Прививкой размножать не каждый умеет, это задача специалистов. А вот черенком может вырастить каждый, и об этом сегодня я расскажу поподробнее. Итак, как же размножить эту ель черенком? Во-первых, эти черенки нужно заготовить. Лучший период для заготовки черенков это фаза набухания почек. У нас это примерно середина-конец апреля. В этот период уже идет активное сокодвижение, а значит черенки хорошо приживутся. Как показывает опыт, лучше всего приживаются черенки с молодых деревьев возрастом 5-10 лет. Их нужно заготавливать со средней части кроны. Брать небольшие черенки примерно по 10-15 сантиметров с горизонтальных веток. Так же, как и при заготовке туй, лучше всего эти черенки отрывать с пяткой. В этом случае процесс укоренения будет происходить быстрее, лучше. Кроме того, вот эта вот пяточка препятствует проникновению различных патогенов, гнилей в черенок, и они лучше укореняются. Конечно же, черенки можно заготавливать и без пятки, просто нарезать их секатором. Однако, при таких условиях грунт должен быть очень стерильным, чтобы не возникали никакие гнили, и черенки смогли прижиться. Как только вы заготовили черенки, лучше сразу приступить к их укоренению. Если же черенки будут храниться, то оберните их влажной тканью, чтобы срезы вот эти пятки не подсыхали. Иначе процесс укоренения будет происходить плохо, и будет большой выпад черенков. Не все из них укоренятся и приживутся. Когда наши черенки заготовлены, нужно подготовиться к их укоренению. Берем обычный черенок и удаляем примерно 5 сантиметров хвоинок внизу черенка. Они нам не нужны, ведь эта часть будет под землей. А значит, может происходить под гниванием вот этих вот иголочек, и в итоге черенок будет погибать. Поэтому их обязательно удаляем. Когда черенки подготовлены, нужно использовать укоренитель. Берем черенок, увлажняем низ водой и обмакиваем в корнеобразователь. Либо готовим раствор из корнеобразователя и помещаем туда черенки. В этом случае процесс укоренения будет происходить быстрее, и черенки лучше будут укореняться. Дадут более положительный результат, будет меньше выпадов. Если корнеобразователь не использовать, то, конечно же, процент укорененных черенков будет ниже. Далее, как и с любым другим растением, мы будем подготавливать грунт. Грунт для черенков должен быть хорошим, рыхлым и содержащим все необходимые элементы питания. Он продается в магазинах, например, грунт для хвойных, либо его можно приготовить самостоятельно из обычного верхового торфа с добавлением песка, либо перлита. Если вы будете готовить грунт самостоятельно, то понадобится одна часть торфа и одна часть песка, либо перлита. Все это смешиваем и заполняем емкости. Для укоренения черенков можно использовать обычные горшки для домашних цветов. Если в таких горшках нет дренажных отверстий, то проделайте их. Когда горшок и почва подготовлены, мы будем приступать к посадке. Берем черенок и высаживаем в эту емкость. Но в этом случае обязательно насыпьте наверх по грунту небольшой слой керамзита. Это нужно для того, чтобы черенок не загнивал, чтобы изолировать черенок от почвы. В этом случае елочка наверняка приживется. Не будет риска возникновения различных грибных заболеваний. Так как черенок еще не укоренился, то его хвоя может быстро иссушаться. Поэтому сделайте парниковый эффект. Возьмите обычный стакан от пива, либо отрежьте пластиковую бутылку и сверху накройте черенок. Будет создаваться парниковый эффект и черенок будет лучше приживаться. Далее черенок поставьте на подоконник и обеспечьте обычный уход. Это поливы и проветривание черенка по мере необходимости. Через 3-4 месяца появятся корешки и вы сможете высадить свою елочку в открытый грунт. Но особенно нужно быть важным в этот период. Ведь для развития хвойных растений, как и многих других, нужна микориза. Ведь она нужна, чтобы растение лучше прижилось на новом месте и лучше было обеспечено питание. При посадке я использую препарат стремительно ростами. Коризные грибы. Применять его очень просто. 1 чайная ложка на 10 литров воды и поливаем елочку под корень. Достаточно внести их 1 раз при посадке и ваше растение будет обеспечено питанием. Как видите, вырастить елочку из черенка сможет каждый огородник и даже начинающий садовод. Поэтому экспериментируйте, выращивайте и будет у вас собственная красивая новогодняя ель. Спасибо за внимание и за лайки. До новых встреч.